Игорь, с победой, с голом. Расскажи, как забил. Спасибо, спасибо за поздравление. Как забил? Фома подал. Я чуть-чуть задел головой. Я прям почувствовал. Я думал, я хотел вообще на дальнейшем чиркнуть. Получилось, аж попал в ворота. И думали, что вообще свои кто-то забил. Оказывается, я задел. Приятно забить одному из самых лучших вратарей мира? Ну, главное не забить, а выиграть. Потому что забить может любой. Главное результат. И чтобы команда победила. А как тебе голджейки, кстати? Честно, по фотке можно офигеть просто было. Я стоял вот так. У меня еще первое место. Сейчас я был в зале. Я прям перед ним был. Ну, молодец. Тоже забил. Сегодня два защитника забил. Это хорошо. Я говорю еще раз, всех с победой. Три очка главного нас. Готовимся к следующим двум играм. Что у тебя со здоровьем? Почему была замена? Небольшой дискомфорт почувствовал в пахе и попросил замену. Потому что боялся, что усугублю травму. Ну, посмотрим сейчас на МРТ, что будет, что покажет. Во втором тайме, вот с трибуны, с каменьки запасных, как смотрелся игра? Наверное, тяжелее, чем играть? Я переживал, наверное, очень сильно. Я уже говорил, ногти сгрыз, блин, на всех руках. Еще осталось на ногах. Ну, вообще, тяжело смотреть, потому что ты только играл, кажется, и тебя заменили. Ты смотришь. Игра такая еще туда-сюда, туда-сюда. И опасные моменты, как у наших, так и у их ворот. Тяжело было. Но выиграли главное. А что происходило во время того, как судья проверял гол у славянцев нашего рота на скамейке? Что происходило? Я, кстати, этот момент упустил. Я как раз только что-то хотел, кому Ильзика что-то сказать и гол. Я говорю, да нет. Он говорит, офсайт. Я говорю, а, ну все, ладно. И он пошел, посмотрел, и офсайт оказался там. Следили за параллельным матчем хорватов? Нет, вот сейчас сказали, когда игра закончилась, зашли, сказали, что хорватов два сыграли и потеряли два очка своих. И мы сейчас как лидеры группы, но еще у нас две игры, это Кипр и Хорватия, у них дома. Спасибо. Победы. Спасибо. Спасибо.